день добрый дорогие друзья я приветствую вас в эфире программы семейный доктор мы продолжаем наши встречи продолжаем наш сегодняшнюю тему я имею ввиду тему которую мы сейчас разбираем диабет ну как всегда по заведенному нами распорядку в начале передачи один вопрос а после этого я начинаю так сказать двигать тему дальше у меня есть к вам одна просьба друзья мои понимаете я всегда когда мы начинаем с вами какую-то тему рассчитываю на то что по теме будут какие-то вопросы с которым нам надо разбираться иначе как потому что ведь прошу прощения но вы люди вполне самостоятельные слава богу сами понимаете что такое с нами происходит что с нами не происходит понимаете поэтому я рассчитываю всегда потому что мы с вами дойдем до какого-то определенного момента в раскрытие темы а дальше уже можно вести речь о дисках я вот к этому веду потому что вы продолжаете требовать часа от сгу тв диски но на пути дисков стоит вот пнем торчит алексеев который говорит нет час не готов мы не можем сейчас делать диски не можем потому что надо понять какие коррекции внести то в программу может быть что-то ужесточить может быть наоборот что-то смягчить понимаете я пока этого не понимаю диски будут обязательно по диабету я имею думаю налоги о здоровье вот этот вот вот этот вот цикл программ который на дисках в сгут в они называются семейный доктор ли монология здоровья прямо по нашей передаче понимаете мы с вами уже сделали несколько выпусков мы сделали по сосудам по свою сосудистой системе мы сделали с вами по гипертонии эти диски мы сделали по опорно-двигательному аппарату и мы с вами сделали эти диски по псориазу я даже не все перечислил их всего 5 5 выпусков таких но вы должны понять следующее это получается такая целая антология правильных подходов к раскрытию наших тем да я знаю что есть телефонный звонок через 30 секунд я выйду на него буквально понимаете поэтому пожалуйста запомните через две-три недели максимум диск по сахарному диабету будет а сейчас обращаю ваше внимание вот наш на сегодняшний выпуск мы должны с вами сообразить одну очень важную вещь связанную с развитием диабетической проблемы у человека алло алло добрый день анатолий ефимович я кратко изложу вопрос да я слушаю у моего брата бронха эктоти эктотическая болезнь да с поражением левого легкого пневно пневмосклероз легких тогда кардио дистрофия ему 55 лет вашу программу я знаю да сама по ней занимаюсь у меня есть диски у меня такие вопросы можно ли ему проводить горячие обертывания экстренное очищение скипидарные ванны я понимаю значит что касается скипидарных ван проблем нет скажите пожалуйста еще раз кардио дистрофии да 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 кардио как сопровождающие время до в настоящее время ему врач назначение никаких не дает так течение года только прокалывают антибиотики вот сейчас у него летом три месяца он лежал был кризис и говорит что он у настроение сами понимаете упадническая да и у него инвалидность бессрочная да я понимаю как вас зовут татьяна таня скажите мне пожалуйста значит все таки назовите мне его давление давление у него нормальная точно я сейчас не могу сказать но он это первое что очень важно это первое что очень важно знать в этой ситуации да потому что почему кардио почему кардио дистрофии тут тоже понятно я понимаю доктора который так сказать вот должен что-то назначить вам до назначить в общем нечего скажите мне пожалуйста вот еще что значит давление нормальная давление нормальной нарушение ритма есть сердечного он не говорит что есть нарушение сердечного ритма но иногда чувствует вообще слабость просто не может стать воздуха не хватает это я понимаю да сказать вот в этот момент ритма очень медленный сердечный ну что называется сердце еле-еле колотится да или наоборот такие кардио и медленные значит таня давайте вот каким образом можно ему можно а программу да что вы спросили по поводу скипидарных ванн по поводу скипидарных ванн еще чего по поводу горячих обертываний значит смотрите первое что нужно в этой ситуации сделать это мы никак не повредим доктору до который даскать смотрит за вашим братом никак и не помешаем это очень важно вот в этой ситуации наоборот как бы то след будем ему помогать тут очень важно чтобы враг вашего брат это понял понимаете в силу того что ситуация это неординарно неординарная давайте я сейчас все все проговорю вы постарайтесь запомнить ладно а то время идет значит хорошо таня значит вот первое объясните брату что надо помогать врачу с чего вы начнете возьмите пожалуйста кору и вы обязательно я думаю что там в есть проблемы второе горячие грудные обертывания но дело все в том что тут горячие грудные обертывания они ведь не горячие вот это мы просто название самого горячие обертывания они сразу как бы настораживают дело все в том что эти вот обертывания стимулируют кровоток особенно сердечного круга малого круга легких понимаете В силу того, что там пневмосклероз, в силу того, что лёгкие недостаточно обогащают и дают кислорода для сердечной мышцы, и возникает вот эта голодная дистрофия, по сути, понимаете? В чём дело? Поэтому нам с вами как раз... Понимается, понятно. Поэтому очень важны вот эти вот обёртвания, они не горячие. Понимаете, их на голое тело укладывать горячие, это не нужно, как вы знаете, да? Это хорошее прогревание всего лишь 20 минут. Помните, что вот в этой ситуации хорошо к ногам ещё поставить, так сказать, грелочку. И вот эти вот процедуры надо начинать делать до скипидарных ванн. До скипидарных ванн. Понимаете, потому что скипидарные ванны вот здесь могут обострить достаточно серьёзно эту ситуацию, а тут обострять никак нельзя. Поэтому, смотрите, мы с вами начинаем с грудных обёртваний. Не надо проводить экстренное очищение, потому что оно здесь вряд ли годится. Ну, я, так сказать, предполагаю себе состояние, физическое состояние вашего брата. Поэтому лучше всего, если вы воспользуетесь другой вещью, вы воспользуетесь просто раз в неделю или раз в две недели, особенно после грудных обёртваний. Обязательно через час после грудных обёртваний, просто давайте мы так и договоримся, вы начинаете принимать сорбент. Сорбент. Хорошо, я слышу. Теперь, значит, третье, что нужно, так сказать, для вашего брата. Я не думаю, что там есть лишний вес или что-то, но нужен тоник. Нет, у него недостаток веса. Я понимаю, нужен тоник, который бы его поддержал. Вот в этой ситуации я бы вашему брату советовал пыльцу, пергу. Да, пчелиную пергу, потому что это очень хорошая поддержка организма. Это... Тебя все знакомо. А? Очень хорошо. Если вы знакомы, значит, я не буду вам говорить, все вы понимаете. Значит, и последнее, ванны. Но ванны вот с чем. Это должны быть морские ванны, комфортные. Ванны, без этих вот температурных движений, да, с морской солью. Угу. В ванну надо класть полтора килограмма соли. Полтора килограмма. И обязательно 15-20 капель экстракта эскипидарного. Белый или... Нет, 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 нет. Это может быть сам скипидар. Чистый скипидар, но не технический, не синтетический. Да? От пяти капель до 15 на целую ванну. Понятно? Антон Вихимович, он в аптеках есть где-то или его доставать придется? Я не знаю, так сказать, в аптеках, спросите, были такие вот экстракты... Спасибо. Экстракты эскипидарные, которые назывались там живица, там стимул, потом живица, тонус, по-моему, так. Так, так сказать, вот были такие экстракты эскипидарные, понимаете, может быть их использовать, но можно и чистый эскипидар. Но ни в коем случае не синтетический. Это должен быть живичный эскипидар. Начиная от пяти капель проб и ошибок. Первая ванна пять капель, не будет такой активной реакции, значит, увеличить до 10 капель, а пять реакций не будет, увеличить до 13-15 капель. Думаю, что тут реакция появится. Это покалывание по всему телу. Вот это то, что начнет оживлять. Нам с вами тут самое главное, это сосуды. И последнее. Значит, вот все эти процедуры, о которых мы с вами сказали, надо делать месяц. А вот через месяц можно начинать будет с эскипидарной ванной. Но, Татьяна, я думаю, что к тому времени вы позвоните. Анатолий Тимович, последний вопрос. Да. У мужа язва желудка. Можно ли ему экстренное очищение проводить и делать в ванной? В ванной делать можно. У него язва желудка, она не кровоточащая? Была кровоточащая, последний диагноз гастрит после проведения. Понятно. В ванной, пожалуйста, можете делать спокойно. Очищение солью не советую. Экстренное очищение не советую. Все, спасибо. Понятно? И еще, Анатолий Тимович, брату какие-то лекарственные препараты новые можно или нет? Это должен определить врач НИЯ. Понимаете, надо смотреть кровь, это все. Извините, Таня, тут я не могу советовать. Я просто не знаю. Спасибо. Пожалуйста, Таня, пожалуйста, через вот это, то, что мы проговорили, месяц, а через месяц, пожалуйста, звоните. Понятно? Да. Я думаю, да. Ну что ж, тогда все. Друзья мои, мы возвращаемся к нашей теме. Я в прошлую передачу... Да, значит, по поводу дисков я вам все сказал. Единственное, смотрите, вы вот сейчас довольно большое количество людей, оно как бы просит о дисках по диабету. Да, но с другой стороны, ведь помните, я вам говорил о том, что на сайте СГУ-ТВ существует архив. Архив передач, в том числе и семейного доктора. Понимаете? Ну, почему бы вам сейчас не зарегистрироваться на этом архиве и смотреть вот эти вот первые начальные выпуски диабета? Тогда вы поймете сложности все диабета. Ведь проблема диабета – это не проблема самого диабета. Понимаете? А это совершенно другая проблема. Совершенно другая. Потому что говорить о том, чтобы излечить диабет первого типа, я имею в виду инсулинозависимый, это очень ответственно. Особенно с учетом аутоиммунитета. Особенно с учетом того, что очень часто возникает ситуация, при которой организм человека толерантен, не восприимчив к собственному инсулину. Даже в том случае, когда вроде бы и поджелудочная цела, и вроде бы инсулин отдает, но организм почему-то его не использует, проходит мимо, не замечает. Понимаете? И такого рода ситуации есть. Поэтому давайте мы все-таки с вами думать вот о чем. Чтобы не дать диабету, нас с вами разрушить, привести к ишемии, к инфаркту, не дать привести к ишемии, к инфаркту, не дать привести к трофическим изменениям, соответственно, к потере ног, не довести себя до диабетической стопы и ангиопатии в результате облитрирующей эндокториит диабетический в ногах и требуется ампутация, вот к этому не привести себя. Можно это сделать? Можно. Теперь смотрите. Не довести себя до хронической почечной недостаточности, до гламирула нефрита, то есть проблем-то целая куча, с которыми мы должны с вами справляться. Всего того, что усилия врача, усилия эндокринолога направлены на поддержание ситуации, связанной с углеводным обменом, с утилизацией сахара, с тем, чтобы сахар в крови был, как можно сказать, в тех пределах нормы. Всё это так. Но, вот всё то, о чём я сейчас сказал, то есть сосудистые изменения, изменения в состоянии сердца, изменения в состоянии лёгких, изменения в венозной системе, изменения в наших почках, изменения в печени, они, к сожалению, практически как бы не останавливаются. А мы должны привести их в порядок. Это колоссальный опыт Бориса Степановича Жерлыгина. Есть такой спортивный доктор, спортивный доктор, который работал и работает с диабетиками. Вот у него этот опыт прекрасный. И даже тогда, когда человек остаётся на инсулине, на более-менее стабильном количестве инсулина, да, его состояние физическое очень хорошее. У него хорошее сердце, у него хорошие, так сказать, сосуды, у него нормально работают почки, у него всё в порядке с корой головного мозга, а у него нет проблем с печенью, всё как надо. Но это заслуга самого человека. Теперь посмотрите, в чём сложность того, чем мы с вами сейчас занимаемся. Вот диабет, сахарный диабет, можно назвать таким квинтэссенцией, что ли, концентратором многих проблем человеческих, которые, оказывается, соединены в единую, как бы, в единый конгломерат, в единый процесс. Смотрите, есть отдельно проблемы, связанные с ишемической болезнью сердца. А есть проблемы сердечные, которые тоже называются ишемической болезнью сердца, но на фоне диабета. Есть воспалительные процессы, связанные с состоянием почек, хроническая почечная недостаточность. Это, так сказать, тот же гламирул и нефрит. Понимаете? Отдельно как бы существующий, в силу разных причин, начавшие, так сказать, развиваться. А есть тот же самый гламирул и нефрит, и та же самая хроническая почечная несостоятельность, недостаточность, но определяемая диабетическим процессом. Понимаете? И там, и там огромное значение имеет сосудистая система. Огромное значение. Состояние сосудистой системы. Состояние. Особенно ее вот этой вот малой части. То есть то, что мы называем капиллярами, или то, что мы называем микроциркуляционными процессами. Понимаете? Существует эта недостаточность, вот эти изменения состояния сосудистой системы вне диабета? Существует. Но то, что мы с вами рассматриваем, это опять на фоне диабета. Это такая своеобразная диабетическая провокация. Имеющая потом катастрофические последствия. Так сказать, есть ситуации, при которых приходится людей часто ноги, что называется, резать? Конечно, есть. Облитерирующий эндотариит. Заболевание, о котором мы с вами говорили. Но вот тут облитерирующий эндотариит на фоне диабета. Диабетическая форма. То есть, по сути, диабет может привести к циррозу печени. Вот об этом мы тоже должны помнить. Посмотрите, какое количество проблем оказывается увязано с тем, что называется сахарный диабет. И не имеет значения, инсулино-зависимый он или не инсулино-зависимый форма диабета. Первый тип или второй тип. И в первом и во втором случае последствия развития диабетического процесса, они могут быть такими, как я сказал. И не только я. Это вы знаете прекрасно. Поэтому, так сказать, очень многие люди говорят, вот садятся и говорят, ой, а что же делать? Ну, надо искать врача, который меня вылечит. Да вас лечат, врачи-то лечат. Но только смотрите, ситуация, связанная с диабетом, почему я сейчас об этом говорю, прежде чем мы с вами конкретно будем записывать. Вы должны это понять. Такая. Она очень напоминает проблему, связанную с нашей гипертонией, с ашемической болезнью сердца, с проблемами, связанными с функциями и состоянием сердечно-сосудистой системы, особенно сосудистой. В чем? Ну, как сегодня кардиологические проблемы лечат? Та же самая гипертония. Ну, я имею, так сказать, в общем. Вы приходите к доктору, доктор говорит, да, дорогой мой, у тебя, так сказать, гипертония, цифры вон они какие уже, давление, давайте, давай-ка мы будем лечить. Вот тебе, так сказать, один препарат, вот тебе для разжижения крови другой препарат, вот тебе для улучшения микроциркуляции еще один препарат и так далее. Он назначает вам два-три препарата и при этом, как правило, говорит одну фразу. Теперь будете, вот для себя найдите форму, чтобы по часам принимать препарат, потому что это будет ваша работа на всю оставшуюся жизнь. По сути, тогда, когда вы приходите к эндокринологу с диабетом и вам назначают сахароснижающие препараты или инсулин, да, так сказать, вырабатывается схема применения инсулина, и доктор опять говорит, вот теперь это на всю оставшуюся жизнь. И вот тут я бы очень хотел, чтобы тогда, когда вы получаете эти назначения и отказываться от применения препаратов, назначенных врачом, нельзя, особенно в ситуации диабета. Там при кардио проблемах еще можно какие-то вольности себе позволить. вот здесь. Понимаете? Я очень прошу, чтобы вы заглянули в спецификацию, в листовочку, которая сопровождает каждый препарат. И посмотрели на те побочные действия, которые описаны в этой листовочке. Это обязательно должен делать любой производитель лекарств. И вы увидите, какое количество побочных действий эти лекарства будут вызывать. И на что они будут внутри вас отрицательно действовать. В чем мне, я понимаю, что мне возразит достаточно большое количество врачей. Ну, препараты ведь исследованы. Ну, и, так сказать, эти изменения, то есть вот эти вот отрицательные эффекты, они замечены в очень малом количестве случаев. Да, это так. В очень малом количестве случаев. Но я не хочу. Я лично не хочу быть тем малым случаем, у которого будет этот отрицательный результат. И никто этого не хочет. Беда заключается в том, что если мы принимаем длительно, годами эти препараты, то эти побочные действия будут накапливаться и усиливаться. Вот о чем мы должны с вами помнить тогда, когда начинаем эту программу. Сейчас маленький перерыв, и через 5 минут мы встречаемся, и я вам диктую продолжение программы. А сейчас маленький перерыв. Продолжение следует...